В Ветхом Завете есть удивительный рассказ о царе Асе, и конец его жизни был трагическим. Нам сказано в 16 главе 2 книги Паралипоменон, в 12 стихе, что у Асы была серьезная болезнь ног, но даже при таком недуге он обратился не к Господу, а к врачам, и он умер. И на заре движения божественного исцеления, и даже до сегодня, я имею в виду на протяжении последнего столетия, даже до сегодня есть люди, говорящие, это грех ходить к врачам, и это неверие. Вы возлагаете свое упование на человека, а не на Бога. Это неверие. В Ном Завете мы читаем о женщине с кровотечением, она потратила все свои деньги на врачей и не вылечилась, ей не стало лучше, ей стало хуже. Итак, разве это грех ходить к врачам? Нет, нет, это не грех ходить к врачам. На самом деле, в Ветхом Завете есть люди, которые называются Рофим. Рофе — это доктор. Мы знаем, например, что пастух делал переломы животным, ломал ногу овце или что-то подобное, ногу ягненку. Они делали так, это была распространенная практика. Были также такие вещи, как смазывание ран маслом и вином. Или мы видим в книге «Исход», как после битвы за человеком ухаживали, и он был исцелен, он выздоровел. Идея о том, что врачи должны быть полностью под запретом, что это грех ходить к врачам, является неправильной. Послушайте, если болезнь — это плохо, а исцеление — это хорошо, то врачи на стороне добра. Врачи — это те, кто помогают бороться против болезни и немощи, и таким образом действуют вместе с Богом, главным исцелителем. А как же этот стих о царе Аси? Это удивительно. Если мы вернемся к 14 главе 2 книги Паралипоменон, мы увидим, что во время большого кризиса, когда было массовое вторжение большой армии, он взыскал Господа. Он обратился к Господу, и Бог освободил. И теперь он издает указ, это можно увидеть в 15 главе 2 Паралипоменон, что весь народ иудеи должен был взыскать Господа, то есть, что они должны были обратиться от поклонения идолам и поклоняться Яхве, поклоняться одному Господу. И Бог сильно благословил его, он благочестивый царь, и народ процветает, потому что они взыскали Господа, взыскали Господа, взыскали Господа. В 16 главе 2 Паралипоменон, практически повторение 14 главы, снова большая армия выступает против него. И что он делает? Он не ищет Господа, он не взирает на Господа, вместо этого он нанимает языческого царя, он берет деньги из храма, из сокровищницы Господа, берет оттуда деньги и платит царю, идолопоклоннику, чтобы тот освободил его. И приходит пророк, чтобы обличить его в 16 главе, потому что сказал он, если бы ты взыскал Господа, если бы ты почтил Господа, если бы ты обратился к Господу, он благословил бы тебя. Вместо того, чтобы прислушаться к этому пророческому слову, Аса заключил этого пророка в темницу и жестоко притеснял народ. И затем, поскольку он уже был поджилым человеком, у него появилась серьезная болезнь ног, и даже в своих страданиях он все равно не взыскал Господа. Вот в чем все дело. Он все равно не смирился и не взыскал Господа, а вместо этого... И здесь есть один нюанс в иврите. Поскольку я изучал это, работая над докторской диссертацией многие годы назад, я наткнулся на это. Есть один нюанс на иврите. Сказано, что он не взыскал Господа, но спросил совету у врачей и идолопоклонников. Вот что показывает нам текст. Это обращение к оракулу. Это поиск предсказания. Именно в таком значении в иврите обычно используется идиома Даражбе. То есть, в древнем мире врачи были преимущественно священниками, и они занимались идолопоклонством, языческими практиками, которые были связаны с их медицинскими практиками. И по всей видимости, вот кого взыскал Аса. И ирония в том, что его имя — это арамейское имя, которое, вероятно, является краткой формой от «Асая» или «Асаэль», что значит «Бог-целитель» и «Яхва-целитель» или же «Бог» или «Яхва-исцеляй». И его имя, по сути, означает «исцеление». Оно означает «врач». Какая ирония! Потому нет, это не грех обращаться к врачам. Бог благословляет врачей знанием и пониманием, чтобы помогать бороться против общего врага, болезни и немощи. Грех — это когда вместо того, чтобы обращаться к Господу во время кризиса, мы отвергаем Господа и следуем пути плоти. Вот это грех!